Утомленное солнце, нежно с морем прощай. Он смотрит на нас. Добро пожаловать в проклятый лес, или проклятый лес, но хотя я думаю и то и другое. С вами канал Алик Флой, мы продолжаем играть в эту атмосферную хоррор игрушечку, она мне очень сильно понравилась, вот и спасибо за поддержку канала, там лайки и комментарии, это очень круто, поддерживает канал и помогает в продвижении. Так, тихо, тут еще капканы под ногами, лучше в них не наступать. Так, аккуратненько обходим это все дело. Попробуем, попробуем за, за дерево зайти, мы там были, ну, а вот мы упали, да-да-да, мы отсюда упали, там мы все сделали. А теперь пробуем в боте это все дело, там что-то светится. Сток сена. Так, вот мы на дороге. Тут, по-моему, что-то падает, да? Тут ловушка. Вон, ловушка активируется. Офигеть. Давай, пройдем это аккуратненько. Тут главное в капкан не угодить. Наверху мы записку читали, ребят, в предыдущей серии, можете посмотреть. Мы сейчас просто возьмем для... для ачивки, вот так. Возьмем. Кто не читал, можете прямо сейчас, в принципе, прочитать, но мы это все читали. Это нормально, можно костер тушить. Окей. Окей. А тут можно спуститься вниз, да? Главное, под ноги, смотрите, не наступить на ловушку. Тут много. Идем, 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 идем. Надеюсь, мы не провалимся. Боже мать, тут высоко, мать его. Боже мой, ну я бы точно погиб, если бы упал. Тут мы еще не были. Нам как раз нужно еще две рунических камня и... Скелет. Еще один скелет нужен. Мы должны все это собрать. Так, а что наверху у нас, интересно? Какая-то записка, слушай. Там сохраниться можно. О прохождении духа. Помимо моих исследований ритуала, я также пытался раскрыть сущность духа. Каковы его цели? Откуда он произошел? Чем он является? Уву, вместо ответов возникает все больше вопросов. Если бы я мог узнать о нем больше, возможно, это дало бы мне подсказку, как противостоять ему. Я мог лишь выяснить несколько фактов. Он презирает людей, считая себя выше нас. Он чувствует наши слабости, как мы хрупки. Как мы можем легко сломиться из-за нашей эмоциональности. О да, это может. У меня такое есть. Самый сильный и достойный из нас интересует его больше всего. Ведь именно эти люди являются символами наших лучших качеств. Все остальные размышления о духе являются лишь моими теориями, подкрепленными сомнительными доводами. Вероятно, дух раньше являлся человеком. Каждый сам иногда... Каждый сам когда-то был испорчен этим миром, превратившись в сущность, жаждущую местью. Сущность. Прям как в Dead by Delight. Возможно, он был божеством, которое люди обманули и заключили в ловушку. Желая заполучить его могущество. Не исключено... Не исключено, что это наш природный эгоизм и желание властвовать вызывают его столь огромные презрения. Подобную теорию можно составлять сотнями, но в чем смысл? Результат этих размышлений дал мне преимущество. Напротив, заставил задуматься о мысли моей отчаянной борьбы за жизнь. Если так посмотрите, мне важнее, что останется после меня мое наследие, нежели жизнь. Ради этого я буду продолжать бороться. Ясенько-понятненько. Давайте сохранимся. Тут две чаши, мать его. Почему две чаши? Это очень странно. Почему здесь две чаши сохранения? Ах ты ж... Злой близнец. А, типа я мог это не заметить, да? Я не заметил, а тут сохраняюсь, а тут скример. Я думаю, что их два. Понятно теперь. И это все объясняет. Хорошо, что я не упал. Туда точно надо падать. Нифига себе, тут... Так высоковато. А я очень сильно боюсь высоты. Так, так... Ах ты ж, блин! Ааа, капкан! Он меня оттолкнул. Но мы уже знали, этот скример. Блин, гребаный капкан, слушай. Я говорю, под ноги... Смотрите, ребят, под ноги надо смотреть. Так. Тут плохо заметно, потому что мы вверх поднимаемся. Вниз было заметно, а вот вверх... Можем не заметить. Видите, как... Спрят... Траппер! Траппер наш из Dead Boy делает. Наставил тут капкан. Понаставил. Ой-ой-ой-ой! А-а-а! Да почему? Надо прыгать было! Надо было прыгать! Или нет? Или это по сценарию? Я не понял, что происходит. Что здесь происходит? Загрузки идут. Наверное, это было по сценарию, да? Я опять куда-то провалился. А если бы, интересно, нельзя перепрыгнуть было? Если бы я перепрыгнул. Что бы интересно было? О! Мишка? Мишута? Все хорошо? Где я, мать его? Это гроб, что ли? Я не понял. Это туалет? Миша, ты что, обиделся, что ли? Почему ты обиделся? Я... Я тебе... Я тебе что-то сделал плохое, что ли? Странно. О, боже мой! Боже, боже, боже мой! Так. Выходим. О, Мишка. Тогда, я так понимаю, не стоит прыгать, да? Ладно. Мешетка. Капкан тут везде, мать его. Вон он. Наблюдают за нами. А, я вот здесь провалился, да? Да-да-да. Значит, нам надо наверх. Тут капканы везде. Блин, там высота. Тоже не очень приятно. Слушай, он как будто бы меня куда-то манит, да? Твою ж мать! Еще одна ловушка. Давай посмотрим. Карта номер 4. Где я нахожусь? Я вот здесь нахожусь. Слева будет домик. А... Будет какая-то яма с... Возможно, я сюда упал или нет? Река с течением. Там рыба злая. Рыба злая. Тут целых два домика будет. Ладно, посмотрим. Ворона, не шуми так. Не пугай меня. Все, сразу сохраняемся. Пойдем, наверное, туда. О, там Мишута. Вон он. Туда лучше, наверное, не падать. А я не перепрыгну. Я не допрыгну, ребят, оттуда. Давай почитаем. Семейные узы. Помню, когда повстречала его, он был довольным и сильным, но в то же время романтиком. Любил подмечать природную красоту. Был начитан и умен. Я была влюблена, как маленькая девочка. Будто тот самый образ идеального мужчины существует. И мне повезло его повстречать. Но после нашей свадьбы, то, что оказалось счастливой жизнью, обернулось кошмаром. Он изменился. Вел себя, будто я ему принадлежу. Пытался все контролировать и причинять, подчинить себе. Но это сначала мы того читали, а теперь ее читаем. А то, что ему не удавалось контролировать, приводило его в бешенство. Он жил с философией, его лишь личные правила, самые верные. И все должны следовать им. Что самое ужасное, я заметила, как мое свободолюбие, которым я обладала в юности, угасло. Что-то удерживало меня с ним, даже когда ловило себя на мысли, что, когда его нет рядом, чувствую себя намного легче. Но вместе с темнотой приходит и свет. Им была наша дочь Сара. Ну, что муж, что жена, все Сару любили. Она замечательный ребенок. Я так рад, что даже в такой среде и при строгости моего мужа Сара все равно держится сильно и олицетворяет все хорошее, что есть в людях. Она искренняя, добрая и ее всегда тянет к познанию мира и творчества. Я очень горжусь нашим ребенком. Любовь к Саре помогла мне не замечать, как мой муж стал сильнее меня... как сильнее меняться в худшую сторону. К сожалению, мое здоровье не позволяет мне быть Сарой так долго, как я хотел бы. За время, что мне осталось, я дам все силы, чтобы помочь Саре подготовиться к жизни. Когда меня не станет, надеюсь, мой муж сможет о ней позаботиться. Может быть, это вот Сара, вот этот дух мне является. О, не Сара, а мать. Тогда, я думаю, мы пока что прыгать не будем. А что у нас здесь наверху? Еще одна записка. Я уже даже не обжигаюсь. Там кто-то стоит, вон он, рядом с костром. Сейчас сюда пойдем. Давай почитаем. Еще записку. Одержимость и успех. В первые дни я встретил тела недавних гостей. Но остатки долго не задерживаются в этом месте. Через некоторое время они пропадают. Возможно, тьма поглощает их. Или же темная девочка забирает в какое-то укромное место. Но погибнув, здесь словно стираешься с лица этого света. Кстати, я узнал, что для обратного ритуала необходимо собрать все останки жертвы. Их поиск стал чем-то вроде игры для меня. Поначалу мне казалось, я безумец, ведь собираю человеческие останки. Но теперь, глядя на них, в моем мешке чувствую себя словно коллекционером, наконец-то закончив свою самую сокровенную коллекцию. Находя остатки, я все больше узнавал об этом месте. Они были проводниками по страницам этой истории. Думаю, не случайно они находились в местах, играющих тут или иную роль в жизни жертвы. Так мне, наконец, удалось найти рунный камень. Поиск его был действительно той еще головной болью. Еще выяснилось, что огни в алтарях влияют на темную девочку, делая ее поведение более агрессивным. Руны, может быть, чем чаще ты сохраняешься, тем агрессивнее девочка, что ли, я не понимаю. Ну, чуть-чуть подсказывало мне, что лучше затушить все алтари, дабы обезопасить себя, и чтобы ничего не мешало моему плану по созданию обратного ритуала. то есть, чем больше я сохраняю зажига огни, тем сильнее девочка и агрессивнее становится. То есть, если вообще не сохраняться, то, возможно, это будет вообще очень легко победить. Не знаю. В общем, в последнее время я изловчился избегать темной девочки и оставаться незамеченным. Это оставалось какой-то игрой. Я в ней преуспевал. Осталось немного, я остановлю проклятие этого леса, а может быть, даже получу доступ к сокровищным знаниям или силе, которую хранят здесь люди древней цивилизации. Сама мысль об этом возбуждает меня и дает еще более ощущение неуязвимости. Я точно не погибну в этом месте. Я стал его частью и приспособился. Окей. Хорошо. Я даже сохранюсь на всякий случай. Не, было прикольно если бы один раз можно сохраняться было. А там уже как повезет. Вон капкан еще один. Так, под ноги, под ноги надо смотреть. Нифига себе! То есть я смотрю под ноги, чтобы не наступить на капкан и еще на тот вверх смотреть, чтобы какая-нибудь фигня на тебя не упала. И туда, и сюда надо поклядывать. И наверх, и вниз. Откоренять просто. Тут рыба какая-то обитает, я так понимаю, да? Не знаю, стоит ли плыть, Что такое? Какой-то камень. А если тут действительно монстр какой-нибудь меня сейчас ест? Я хочу до туда пробовать доплыть. Что такое? О, боже мой! Ну да, там рыба меня убивает. Понятно. Все понятно с этим. Так, сюда мы не идем, да? Там это пугало сидит. Окей. Значит, сейчас наверх поднимаемся. Главное, на капкан не наступить, тут их много, блин. Наверх смотреть надо. Лучше не спешить, потому что если будем спешить, на меня может какая-нибудь фигня упасть. немножко вот так идем вверх, смотрим, поглядываем наверх. Вроде ничего нету. А тут огонь не зажженный. Мы тут не были. Не знаю, как я оттуда доплыву. Там еще не зажженный огонь. Мне кажется, зря я их все зажигаю. Если я все зажгу, может быть, что-то плохое произойдет. Сохранено. Слушай, тут же был, по-моему, этот как его, пугало тут было. Человек огня. Слушай, ну я уже не обжигаюсь об огонь. Человек огня достижение дали. Мы все потушим. Так, новый мир близок. Последние недели были очень напряженными. Мы начали подготовку ко дню, когда все изменится. Работа сильно усложнилась из-за Яна и нескольких других жителей, которые проявили сомнения к нашим планам. Пришлось отправить нескольких людей для слежки за ними, дабы они держались подальше. К сожалению, из-за занятости почти не могу навещать Сару. А мне так хотелось бы проводить с ней больше времени. Понимаю, что причин для грусти нет, ведь Сара никуда не уйдет от меня. Когда ритуал будет завершен, мы будем проводить меньше времени вместе из-за миссии, которая уготовлена ей. Но она будет счастливее. Я исправлю свои ошибки и дам моей дочери выпаркнуть из гнезда. Я не буду больше ее контролировать, а позволю ей быть свободной и улучшать наш мир. Сара, видимо, хорошая девочка. Ладно, мы спустимся. Аккуратненько. О, тут какая-то расщелина прям. Что это такое? Давай, знаешь, давай. О, боже мой. Боже, 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 боже мой. Что происходит? А что происходит здесь? Охренеть. Не надо было этого делать? Так. смогу ли я до туда доплыть, интересно? подъем, подъем, подъем. Нафиг сохранимся Что-то здесь плохое Очень творится, происходит Твою мать Нам наверх Так Что это такое? А, вот он домик, вот он домик, ребятки Боже мой Домик трапера Там никого нету, точно? Как же я боюсь домов Охренеть, смотрите, какие картины А тут какие-то дьяволы живут Боже мой Я боюсь, ребят, туда заходить Может, не надо? Смотри, как он смотрит Причем это кто-то подрисовал им, да? Боже мой Там какие-то черти живут, ребят Я не хочу к чертям идти Ну нафиг Дверь открылась, мало Заходи, заходи, все хорошо Сейчас Там какая-то деревушка Церковь, вон она А, тут целая деревня Слушай Конечно же Туалет сейчас Рухнет и упадет, да? Как можно в этот туалет ходить? Как птичка Ага Не рушится Ничего Нет, вроде крепкая А там что такое? Я боюсь, ребят Я боюсь туда идти Знаете, как страшно Мы сейчас обойдем Проверим тут все Как же мне страшно Туда идти Ладно Опять это что-то Случается со мной Да Куда я упал опять? Это ловушка была Это была ловушка Капкан Это серьезно что ли? Да, серьезно Ладно Ладно Хорошо Хорошо Мы зайдем В этот проклятый дом Зайдем Только с другой С другой матьевой стороны Тихо Тихо, ребят Тихо, тихо, тихо Тихо, спокойно Вроде никого нету Ладно, хорошо Никого нету Как же мне страшно Как же мне страшно Раз, два, три Тук-тук-тук Я вхожу Я не вор Я не бандит Я просто хочу узнать дорогу домой Че? Че? Че сказал? Он что-то сказал Вы слышали? Это новая игра Атомное сердце Новая игра, да? Что нет Атомное сердце Новая игра Выходит, да? Когда? Блин Утомленное солнце Я теперь всегда так буду петь На-на-най На-на-най Мать его Дайте я выйду Ну пожалуйста Не выпустите меня Пожалуйста Я прошу вас Мать его Сейчас какой-нибудь глаз Блин Посмотрит на меня Мать его Утомленное солнце Утомленное солнце Я все слова забыл Что-то надо взять здесь Я боюсь заходить за поворот Ты сетеваешься что ли? Почему? Почему? Мать его Я хочу уйти отсюда Почему они меня здесь держат? Ребята, 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 ребята Ребятушки, ребятушки Помогите мне Кто-нибудь Я боюсь, сука Че ты смотришь на меня? Че я бать его должен сделать? Так Успокойся Успокойся Что-то надо взять Тут что-то есть Музыка интересная Такая хорошая Я Новая игра выходит Атомное сердце Там так же В составке Песенка играет Утомленное солнце Я не понимаю Да че надо сделать-то? Я никак не могу туда попасть Надо че-то взять, наверное, в руки Выломать Может мы сломали игру? Че-то тишина такая Так, че у меня есть Может, Мишку надо как-то взять Так, ладно Че-то берется Камень Я не заметил Почему камень-то я не заметил? Он смотрит на нас Дверь открыта Какого черта? Нет-нет-нет Не входи Не входи, пожалуйста Там оставайся Не входи Тут никого нету Мать его Утомленное солнце На-на-най 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 Утомленное солнце сонце О, боже мой Что такое? Только темно что это мать его твою ж мать это грабли были это грабли были так грёбанная грабль вот она как отсюда выбраться то как там поют песню утомленное солнце со мною прощалась в этот час мы откроем сейчас дверь дойдем кто это мать его это я лень добрый день я еще зайду я не боюсь все ты ушла нет никого нормально это все казалось показалось нет никого вот видите все хорошо все хорошо уходим отсюда мы взяли все что нам нужно было четыре из пяти пять из шести еще по одному надо найти что ли опять заиграла музыка такая странно что он заиграл это уходим все я потерялся куда идти это надо надо так о сохранял очка сохранял очка я уже здесь чтобы уже конкретно знать сюда сохранимся отлично блин когда выйдет же атомное сердце я буду обязательно проходить охранительная игра ждем все терпением так тут ничего все нормально так туда попробуем пойти там что-то раз упала да а вот я сюда упал туда сюда а вон они смотрите ловушка и туда упал и умер а дальше мы не были потушили костер мы потушили костер и пойдем дальше нарисовано не понимаю чё это подсказки явно там какой-то демон призрак али олень заяц тут смотрите тут все собрано поклонение какому-то до какому-то богу поклонение это чё такое сохранено я думал нам в эту пещеру надо будет попасть давай так заглянем посмотрим чё там такое да и тут не был ходить 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 летучие мыши всего лишь летучие мыши все нормально какие-то летучие мыши всего лишь нам туда надо ползти что ли давай почитаем такое возрождение сара напугана она не понимает что к чему но я не виню ее она всегда была наивным ребенком к счастью для нее я всегда знал что нужно делать благодаря мне после постройки железнодорожной дороги мы остались в этом месте и найдя эти старые раскопки я слышал голос который вел меня и помогал мне принять решение с помощью голоса я мог узнать о ритуале который спасет этот мир моя дочь сара станет нашим маяком надежды после ее перерождения именно она и ее чистота смогут приписать переписать этот мир исправить все ошибки которые тянули его в бездну я пророка сара наша надежда совсем скоро результат моего труда взрастет и плод наших общих усилий улучшит этот этот мир слушай я думаю этот урод отец ее в жертву придал не по собственной воле да из-за этого это все случилось из-за этого этот лес стал проклятым он сделал жертвоприношение вот мне так кажется я пока не знаю так как туда попасть этот был или нет 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 не был твою ж мать ты меня не упала все на здесь какой-то длинный длинный мост еще один домик офигеть полуразвалившийся какой-то мне страшно этот еще страшнее домик чем был а вот ворота и там записка там еще какой-то домик я так понимаю надо ключ взять да это пробежал опять это тень что такое ощущение я тут сохранялся или нет что такое такое ощущение что я тут сохранялся или нет ладно ну тут явно никто не живет о боже мой там кто-то пробежал нам вот этот надо взять ооо тут все капец тут все в паутине только вот здесь арахнофобия ну конечно сейчас все провалится мышка здравствуй мышка мышка наружка не пугай меня ключ ээ дай ключ она схватила ключ что он сказал он прошептал что-то я не понял что он сказал а тут можно пройти кажется там можно пройти ой-ой-ой-ой по заброшке ходим аккуратно капец тут все может может провалиться все мышка пищит мышка мышка я тебя не трону дай пожалуйста пройду я боюсь записку читать это уже мы проходили это ждем скримера раз два три нету вроде нету скримера живучая игрушка я пытаюсь предупредить его но он не слушает меня даже не пытается услышать самоуверенность затуманила его разум он сам того не ведая действует по плану того кто в тени если ничто не предприму то ситуация будет необратимой но у нас недостаточно сил я не смогу и справиться справиться с этим сама эта игрушка мне уже осточертела его эго и излишняя самоуверенность действуют подобно скрипу скелета а прошу прощения скрипу стекла кукловод не дает мне сломить эту игрушку у него на нее особые планы эта игрушка считает что справиться и станет особенной и в тот же момент сама доброта сама добро 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 шагает на виселицу не представляя какая судьба ее поджидает скорее всего кукловод даже придется придется отпустить меня когда игрушка впишет себя в уготовленную для нее роль хоть я и хотел бы отдохнуть но увидеть его муки мне хочется сильнее я не дам кукловоду доиграть затеянную им игру он отнял у меня слишком многое он думал думает что подчинит меня как папочка но мой гнев на который он рассчитывает по иронии позволяет мне мне вырваться из его оков пора и мне отнять у кукловода кое-что придется сделать это тем методом который у моей лучшей стороны хватает духу картошка кажется по-моему это картошечка кто это тут кто-то есть ребят боже мой тут кто-то есть аккуратненько идем Твою ж мать крыса я тоже так могу да хватит меня пугать я пытаюсь пшиться пшиться в роликню мол я свой и все такое я так же могу миг миг я я свой я свой я свой cautious нет дж все нормально Я, кажется, живой, да? Вон она. Но это девочка, я так понимаю. Мне кажется, это все-таки девочка маленькая, которая Сара. Вон она. Мне кажется, она не хочет причинить мне вреда. Она, наоборот, меня спасает. Да? Она могла бы меня уже давно убить, но она не хочет этого делать. Она как будто бы наблюдает за мной. Она смотрит на меня. Инвентарь. Мишка. Рунный камень. Она мне записку оставила. Она мне оставила записку. Рожицы какие-то. Гнев, улыбка, гнев. Я не понимаю, что это значит. Надо выходить отсюда, ребят. Что-то мне совсем не по себе тут. Совсем фигово. Мы взяли рунный камень. Это что, гроб, что ли? А-а-а! А, это мышь! Я думал, извращенец. Эй, ты что там делал? Я тебе не помешал? Он мне ключ дал. Ключ от ворот. Прощай, домик. Все, мы это сделали. Ну, нафиг. Сразу сохраняемся. Он мне дал ключ от вот этих ворот. Давай попробуем. И сразу записка. Спаситель, часть 1. Я проснулся от душераздирающих криков. Крометная тьма вокруг. Живой вой. Все поселения было поглощено в этот вальс безумия. Я все еще сплю. Сара. Ей нужно найти как можно скорее. Ее нужно найти как можно скорее. Надеюсь, этот ужас еще не добрался до нее. Во время поиска Сары я наткнулся на ребенка. Ему было от силы лет 10. Я прежде не помнил, чтобы в поселении был кто-то маложе Сары. Этот ребенок казался нереальным. Точно так же, как сумасшедшие, творящиеся вокруг. Я не мог бросить его одного. Мальчик был напуган и беспомощен. Говорил, что жил с матерью, которая была похищена неким темным существом. Он назвал это существо духом леса. На мой вопрос, жив ли отец, посмотрел на меня непонимающим взглядом. Как бы я не хотел найти Сару, я не мог оставить ребенка одного. Поэтому решил сначала вывести его из этого проклятого места, а затем вернуться за Сарой. Пока мы шли, я звал ее, надеюсь, встретить по пути. Но мальчик умолял не делать этого. Ну, конечно, я так и понял, Сара это и есть дух леса. Дух леса нас найдет, не кричите, повторял он. Когда у него началась истерика, мне пришлось перестать. Кто это дух леса? Похоже, бедный мальчик от страха нафантазировал себе не весь что. В любом случае, необходимо поторопиться. Мне прям ощущается, что это дух леса и есть Сара. Сверчок. Сверчок, не сверчи. Не надо сверчать. Мокриться, похуй. Твою ж мать... Мост из бревен? Да ты издеваешься. Мост, мать его, из бревен. Я впервые такое вижу. Охри, мать его, неть. Да уж. Загрузочка, ребятки, загрузочка. А это говорит о том, что в следующей серии мы узнаем, что будет дальше. Жми лайк. Надеюсь, ты нажал на лайк, написал на комментариях. Если не сделал, то сделай это прямо сейчас. Пиши свое мнение об игре, там понравилась игра или нет. С вами был канал AlexPlay. На этом мы заканчиваем этот видеоролик. Немножечко совсем... Я даже не буду жать там вперед-назад. Мы просто посмотрим, где мы оказались. Вот. А Мишка, видимо, злой. Я думаю, следующая серия будет последняя. Мне прям кажется. Потому что мы, в принципе, все уже собрали. Все секретики. Но игрушка мне понравилась. Блин, я бы хотел, чтобы таких игр было больше данного жанра. Это определенно очень круто. Нам показывают предметы, которые у нас есть. Ну-ка. Неужели это финал? Кто ты? Кто ты? Я в какой-то пещере проснулся. Надо помочь ей. Офигеть. Я думаю, это будет последняя серия. Да, ребят. Ну, хотя бы на такой кровати. Хотя бы не на земле. Да, правильно. Но по-хорошему тут бы матрасик бы постелить. Было бы просто идеально. В общем, с вами был канал AlexPlay. Ребятки, я пошел спать. Офигенная игра. Обязательно продолжим. Всем пока, ребят. Хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok